Кстати, посмотрел видео на канале Герой Чараи, чеченец-командир Маборзю Ием. Я видел этот ролик, конечно же я его видел, его все репостили и скидывали. Пацаны, готовы убивать русских? Да! Огонь, Аллаху Акмар! Ну да, это интересное, конечно, видео порадовало. Ребята, вы довольны своим командиром? Конечно! Маша Аллах, Маша Аллах, я иншаллах не подведу вас, иншаллах. Поснимай его тоже, Малой тоже. Малой, скажи что-то. Сычу. Слава Украине, Малатова. Героям слава. Будвига, Будвиг, молодец, Будвиг. Будвиг себя хорошо показал. Маэстро, без Маэстро эта команда была бы неполноценной. Маэстро это... Оооо, мы победим. Иншалла, Иншалла, подогнет. Утана, Утана, Иншалла, скоро тебе хана, Иншалла. Тут, тут, тут тебе не солдафоны. Понимаешь, тут нету 18-летних парней. Тут уже зрелые пацаны, которые понимают суть дела, Иншалла. Иншалла, Аллаху Акбар. Слава Украине. Героям слава. Как ты считаешь, если бы у Чеченской республики был другой руководитель, Чечне стоило бы делиться? Чечне в любом случае... У Чечене цель это независимость, это свобода, это наша ДНК. По умолчанию вот так у нас. Поэтому здесь нет разницы, кто там будет во главе стоять. Будет ли вообще кто-то во главе стоять. Может у нас вообще будет какая-то форма правления иная, где группа какая-то, некий совет будет управлять. Это наше право, это мы сами определимся, чего мы хотим. Но вот однозначно свободы мы хотим. Мы не хотим быть в составе России. И не хотим, чтобы российские законы действовали на нашей территории. Тунцов, вот допустим, получили мы независимость. Что дальше? Вдруг к власти придет дыра в 2.0. Опять заново. Их будет трудно потом свергнуть, потому что за ними опять будут сотрудники. Хочу знать твое мнение. Никто от этого не застрахован. Я тебе скажу, и я тебе даже могу с уверенностью на процентов 99 сказать, что скорее всего у нас будут неудачные правители, неудачный выбор мы будем делать. И мы с этим столкнемся, как и все народы, страны, люди с этим сталкивались. Но это уже будет наша проблема, ты понимаешь, что это результат нашего выбора. То есть если мы не того чувака выбрали, поставили его во главе своего государства, и он оказался каким-то конченым чмошником, извините за выражение, то это уже наша с тобой ответственность, и мы же будем обязаны исправить эту ситуацию. Мы просто возьмем и заменим его. В следующий раз не выберем. У нас должны быть механизмы по борьбе с такими нечестивыми людьми, попавшими ко власти. Однако, когда это наша проблема, когда мы можем ее исправить, это уже совершенно другой уровень. Сейчас-то мы с тобой не можем ничего исправлять, сейчас мы не выбираем и мы не убираем. Сейчас в Кремле нам назначают, и Кремль решает, когда его убирать. Вот мы должны уйти от этого, мы должны прийти к тому, чтобы мы сами выбирали себе правителей, депутатов, и сами же их меняли. А так, если ты думаешь, что независимость, свобода, это гарантия того, что у тебя всегда будет хороший президент, хороший премьер, хороший парламент, ну нет, конечно. У нас всегда будут проблемы. Это будет наш политический процесс. Он всегда у нас будет идти. Мы всегда будем чем-то недовольны. Мы всегда будем предъявлять какие-то претензии. Мы даже можем столкнуться с какими-то серьезными, судьбоносными какими-то процессами. Даже с гражданской войной. Мы со всем этим можем столкнуться. Но все это для нас благо, потому что это будет происходить внутри нашего государства и для установления нашего же государства. Мы сегодня, у нас проливается кровь, я сейчас говорю как о народе, если мы будем говорить, мы, чеченцы, сегодня проливаем кровь друг друга и проливаем ее не для своего государства, а не для установления свободы, а мы проливаем для России эту кровь. Вот когда мы будем проливать эту кровь для себя, для своего государства, это будет для нас лучше, чем то, что происходит сегодня для России. Что думаешь насчет братьев Хачилаевых и на каком основании кавказцам нужно объединиться на основании религии или расы? Что я думаю о Хачилаевых? Ничего не думаю, наверное. А что касается объединения кавказцев, среди кавказцев есть и немусульмане. У нас есть Грузия немусульманская, у нас есть Осетия, которая в большинстве своем тоже не мусульманская. Поэтому я думаю, кавказ, ну, мусульманские народы, конечно, должны объединяться на религии, безусловно. Это то, что нас объединяет. Однако Кавказ в целом должен быть в союзе. я имею ввиду и те и те страны, которые не мусульманские, Грузия, Осетия. Мы все должны быть в едином союзе, в едином кавказском союзе. Мы должны к этому стремиться. Потому что чем мы, чем теснее будет наша, тем, чем теснее будет наш союз, тем мощнее мы будем как единое государственное образование. Это было бы очень круто, если бы мы смогли все освободиться и объединиться. Но объединение я вижу только в рамках именно союза, Кавказского союза независимых государств. Не в какое-то единое монетарное государство, а именно союз независимых государств. Почему наши соседи именно сейчас начинают нам навязывать фанатичную идею про Кавказское государство? Мы же видим, что это привело к имамом Шамильем и с другими имамами, как нас благодарят теперь. Вообще, я думаю, что почему действительно чаще о каком-то общем кавказском унитарном государстве мы теперь слышим от окружающих нас народов и все меньше об этом говорят у нас. Я думаю, это связано с тем, что у нас в недавнем прошлом есть свое национальное государство, то есть это успешный проект, который мы реализовали и вот это некая, знаете, такая точка сохранения в игре бывает, у тебя есть точка, ты сохранился и ты возвращаешься уже сюда. Допустим, у окружающих нас республик народов вот этой точкой сохранения сейчас как бы в то время, когда у нас была здесь у них ее нет и их точкой сохранения является как раз у кого-то Горская республика, у кого-то Имамат Печни и Дагестана чуть ранее. То есть каждый, понимаете, пытается вернуться туда, где вот был некий успешный проект обратного отката. Поэтому, я думаю, здесь в этом как бы причина. Что ни говори, многие наши соседи не совсем правильно поняли это, когда мы провозгласили свою независимость. Они это, многие не понимают, что это продолжение вот тех проектов, что мы объявили свой национальный именно суверенитет, не потому, что мы вот так хотели его объявить, а потому, что никто больше не поддержал. Никто. Что нам было делать? Конечно, если мы видим, что ни одна из окружающих республик, ни один из окружающих нас народов не стремится к этому, мы объявили свой национальный суверенитет. А там это не так поняли, там поняли многие, на тот момент, конечно, все это понимали, но сейчас уже время прошло, и многие думают, что как будто мы решили отделиться вообще от Кавказа. На самом деле, конечно, это было не так. Наш национальный именно суверенитет, он был связан с неготовностью других народов к объявлению также суверенитета, нежелания, не стремлением к этому. Я думаю, причина в этом, что вот мы просто, у нас есть вот этот успешный проект, и мы говорим, мы хотим вернуться к этому, а там его нет, они поэтому пытаются к нашему общему, бывшему когда-то проекту вернуться. Но в целом ни то, ни другое не является противоречием, это не причина вражды между нами, абсолютно мы все стремимся к одному и тому же. И мы, говоря о свободе для Чечни, мы держим в уме свободу всего Кавказа. Да, многие по-разному, конечно, можем это понимать, я, например, это понимаю не как унитарное единое государство, я считаю, что уже сейчас это невозможный вариант, невозможный проект, я считаю более разумным, правильным, это если каждая республика в отдельности получит свой суверенитет, будет независимой, свободной, и мы при этом объединимся в единый союз, как вот наподобие Европейского союза. И будем иметь какие-то общие органы, отдельные органы исполнительной власти, законодательной и так далее. И будем таким мощным единым политическим таможенным военным союзом. Это, я думаю, был бы четкий очень крутой проект для нас.